За последние сто лет Россия трижды становилась на край бездны и расплачивалась за непомерные амбиции своих правителей крахом государственности и территориями. Николай II был одержим идеей большой азиатской программы, в ходе реализации которой Российская империя должна была создать Желтороссию. Маленькая победоносная война, где миллионная армия Российской империи потерпела поражение от 175-тысячной японской армии. Россия потеряла часть Сахалина и Квантунский полуостров с портом Артур, получила революцию 1905 года и дала возможность Германии смелее вести себя в Европе, что привело к Первой мировой войне. Товарищи, кровь пролилась, она льется потоками. Началась Первая русская революция. Иосифу Сталину в 1939-м так понравилось практически бескровно захватывать чужие земли, что после Западной Украины, части Бессарабии и стран Прибалтики, Финляндия оказалась еще одним лакомым кусочком. Теперь это уж не дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос фактов, вопрос живой жизни, вопрос быта. Создав на территории СССР фейковое правительство фейковой Финляндской демократической республики во главе с Отто Кусиненом, Советы подписывают с ними договор о взаимопомощи и нападают на Финляндию. В результате Зимняя война длилась не неделю, как рассчитывал Кремль, а 105 дней. Потери Советской армии убитыми и пропавшими без вести составили 167 тысяч солдат. А Гитлер понял, армия Союза – колос на глиняных ногах, что и привело к нападению на СССР. Третьим правителем, кто начал расширение России за счет украинской земли, стал Владимир Путин. Он не только повторил все главные ошибки предыдущих двух, но и, несомненно, войдет в историю, как человек, окончательно похоронивший империю. Давайте откроем матрешку и посмотрим пять возможных сценариев развала Российской Федерации. Провалы на фронте и десятки тысяч потерь. Усиливающиеся финансовый кризис и потеря энергетических рынков. Растущая инфляция и безработица. Тотальное обнищение и мобилизация. Все, чего смог добиться путинский режим за 8 месяцев самой глупой и кровопролитной войны с 1945 года. Все это неизбежно ведет страну к развалу. Да не грусти ты, ну все уже, все, все, подними вверх правую руку. А зачем? И там со словами так, ну и хрен с ней. Современная Россия содержит в своем составе 160 национальностей, говорящих на собственных языках. Большинство народностей и малочисленные живут на ограниченной территории. Только 7 народов имеют численность более 1 миллиона. Русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне. Пятая часть населения страны проживает в 13 городах-миллионниках. Остальные на периферии работают на эти 13 городов. Потребители! Когда малые и большие этносы загонялись в тюрьму народов, никто не интересовался общностью интересов порабощенных и поработителей. А часть территории, утверждает российский политтехнолог Станислав Белковский, вообще захвачены со служебными целями. Как Чечня и Ингушетия, которые притянули к империи в качестве поводка для поддержания контроля над Закавказьем. Сейчас остро встает вопрос, почему все нации и народы РФ должны и далее жить вместе. Зачем вот мне сейчас это все? Республики, автономные округа, автономные области и края. Везде своя администрация, своя правоохранительная система, а главное, свои ресурсы и возможности, которые сейчас работают не на благо местного населения, а для Москвы. В регионы бросаются кости с барского стола. Будешь и дальше это терпеть, глубинный народ. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Национализм в России забавная штука. Он представлен двумя колоннами, враждующими. Так что побольше за российскую империю, немного поменьше, типа запрещенные националисты, за Россию для русских. Развивается политическая шизофрения. Если первый продукт Российской империи и получен, как выразился историк Бенедикт Андерсон, путем натягивания маленькой тесной кожи нации на гигантское тело империи, то, вторых, породили Тютчев и Достоевский. Тогда с их русской идеей, в которой русский – это обязательно славянин и православный, и теперь главой дум личной лишней хромосомой. Высказывание министра культуры Владимира Мединского произвело большой переполох в научном мире. Мединский предложил, что неисчезность лица земли, подобно скифам и сарматам, русской нации помогала лишь лишняя хромосома. И хоть в Кремле с идеей о России только для русских борются как могут, то на улицах миллионников чаще можно услышать другое. Глубинный народ – он народ-помазанник, а не вот это вот все. Я хочу, чтобы правительство мое запретило въезд вообще сюда, в Москву, таким, как вы. Каким? Гражданам России? Каким гражданам России? С Дагестаном? С Дагестаном? С другой стороны, наратив «Бурят», живущий на территории России, он в то же время и россиянин, упирается в то, что «Бурят» россиянин только до тех пор, пока не сообразит, что он совсем не славянин и ни разу не православный. И начнет понимать, что он «Бурят». И захочет учиться на бурятском языке, а потом своей бурятской государственности потребует. А пока... Рыжевый! Румянин монолог! Балжевый нынешний! Извините, дядя мой, я не понимаю, можно на русский? Даже без глубокого анализа становится понятно. Следом за крахом идеи русской нации возникают вопросы к русской православной цивилизации. И тут даже и не в том дело, что с начала нулевых количество православных в РФ, по данным Левада-центр, сократилось на 10%. А рост рождаемости в мусульманских ареалах России увеличился. И даже не в 300 миллиардах рублей ежегодной дани Рамзану Кадырову за спокойствие на дальних рубежах Кавказа. Это все придумали. Придумали те люди, которые получали копейки от западных европейских, так скажем, служб. Исторически с присоединенными землями и порабощенными этносами Москва получала и людей, не желающих отрекаться от своих богов. И сейчас в рамках Российской Федерации есть еще ряд локальных цивилизаций. Буддистскую, арктическую, циркумполярную и кавказскую, иногда с добавлением горная. Другими словами, политоистическая пороховая бочка, которая способна рвануть в любой момент. Алтай, Еврейский, АО, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Забайкалье и даже Кировская, Псковская и Орловская области. Это не полный список депрессивных регионов. То, что в Москве и Питере само собой разумеющиеся вещи, то в городах и селах этих краев зачастую недостижимые блага цивилизации. Возможно, этим обусловлено массовое мародерство в Украине, когда воруют унитазы, чайники без базы и другие вещи, которыми не умеют пользоваться. Бурят, убегая из Лимана Донецкой области, украл у местных жителей видеокамеру, но не изменил в ней настройки. Теперь владельцы смотрят трансляцию из дома, где живет военный Российской Федерации. Насильственное сожительство в одной стране компьютерных и лапотных регионов вряд ли пойдет на пользу последним, когда бюджетных средств практически нет, а жить как-то надо. И вполне естественно, что Калининграду легче будет вспомнить, что он Кёнигсберг и начать кооперироваться не с дремучей глубинкой, а с технологичной и развитой Германией. А Дальнему Востоку значительно ближе и надежней с Японией, чем со скрипоносной РФ, отброшенной амбициями ненасытного диктатора на 50 лет назад. Остальным как повезет. Но судя по тому, что менталитет за последние сто лет так и не поменялся, то крепостное право и барин Михалков вам за счастье станут. На огромнейших просторах к востоку от Урала живут всего 32 миллиона человек. Население двух Голландий. А природных богатств Сибири, если поделить их на всех сибиряков, хватит, чтобы они стали миллиардерами. Именно поэтому движение за суверенитет Сибири Москва каждый раз прессует с особой жестокостью, а оно возрождается. Такие же движения достаточно часто вспыхивали на Дальнем Востоке, еще далеко до острой фазы нынешней войны. Что в современной России у вас вызывает чувство гордости? Можно выбрать один или больше вариантов. Самое большое чувство гордости у меня вызывает слово «пошли бы вы все на...». А ядерное оружие? Так сами же и отдадут. Добровольно. Потому что денег на содержание не будет. А голодный, так называемый, ядерный электорат гораздо опаснее ядерного оружия. Поменяют его на ножки Буша или Хершеколу, как в 90-е. Разницы уже не будет. Дедушка, это журавли летят. Нет, это куриные курочка летят. Союз-контракт. За сто лет всего три жадных до чужого правителей привели к краху русской империи и ее остатков. Гибель уже неизбежна. И впереди только игры престолов местных элит, у которых наконец-то появился шанс на парад суверенитетов и отхода от деспотичной Москвы. Когда это произойдет, вопрос времени. Достаточно непродолжительного. Но одно понятно уже сейчас. Бояться этого не нужно. Потому что, как сказал один из персонажей нашумевшего сериала, что мертво умереть не может. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова